Путь мой недалек Путь мой недалек Принесла я ветер ссор Буду пруд прудить Но не встретила его На своем пути И хожу я По воду По воду По такому поводу Трудно не пойти И хожу я По воду По воду По воду По такому поводу Трудно не пойти Ой, вода кончается Мой ведро на дне А он не встречается у колодца мне И хожу я по воду, по воду, по воду По такому поводу сердце всё в огне И хожу я по воду, по воду, по воду По такому поводу сердце всё в огне А на утро сам пришёл, стал в окошко зма Он мне два ведра принес, будет помогать И пошли мы по воду, по воду, по воду По такому поводу забыли ведра взять И пошли мы по воду, по воду, по воду По такому поводу забыли ведра взять И пошли мы по воду, по воду, по воду Доброе оранжевое утро, дорогие друзья! Здравствуйте, информационный повод у нас большой и главный. Колыванский ансамбль «Раздолье» вернулся со съемок программы «Поль чудес». Вот как. Да, и у нас сегодня в студии Елена Сирозеева, руководитель ансамбля «Раздолье», Ольга Быкова, Анастасия Горелова, Светлана Куликова, участница ансамбля «Раздолье». И Светлана Куликова, помимо того, что она участница ансамбля «Раздолье», она как раз-таки участница капитал-шоу «Поль чудес». Доброе утро! И поиграли. Доброе утро. И попеть, и поиграть спели. Поздравляем, это уникальный на самом деле момент, когда можно приехать, попеть, поиграть, там все хорошо и приехать обратно и поделиться это с телезрителями. Так вот, естественно, у нас вопрос сразу. Как попали туда? Да. В этом году, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть в этом году, в связи с пандемией, то есть мы вышли за пределы Новосибирской области в формате онлайн. Наши видеоролики, мы стали очень активно принимать участие, снимать различные клипы на наши номера, ставить что-то новое, придумывать на природе, всяческие что-то интересное, искать моменты. Мы выставляли очень много своих видеороликов в интернет и в один прекрасный день, очень прекрасный день, мы помним все, раздался звонок. Мне позвонил музыкальный редактор «Капитал-шоу» «Поле чудес» с восторженными комплиментами, одарил нас, девушек, какие мы прекрасные участницы, как мы хорошо все поем. Вот, не хотим ли мы принять участие в программе, естественно, мы хотим принять участие. Как это не хотим? Мы сначала, ну и как любой нормальный человек, мы не поверили, что это так может быть. В какие-то секунды я, наверное, потеряла речи, конечно, 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 мы хотим принять участие. Вот, и назначили дату на ноябрь-декабрь съемки. Я сообщила девушкам своим, они, конечно, говорят, ну сегодня, кажется, не 1 апреля, первое, что они не поверили. Я пишу в группу девушки, мы летим в Москву. Никто не поверил, ну ничего, все, все, потом все у нас стало на круги своя. Да, мы начали готовиться, готовиться, начали. Сейчас немножечко, сейчас сконцентрируюсь. Ну, заблаговременно, это естественно, да? Как только узнали, наверное, буквально день-два и начали пересмотр. Ну, сначала поступило предложение от музыкального редактора, не хотим ли мы принять участие. Мы согласились, дали свои согласия. Съемки были назначены ноябрь-декабрь, ориентировочные даты. Мы ждем ноябрь-декабрь. Ну, в начале октября опять мне звонит тот же музыкальный редактор с предложением, не могли бы мы принять участие 24 октября. Мы понимаем, что время у нас ограничено, и нам нужно... И нужно ускоряться. Нужно ускоряться, нужно быстро-быстро что-то, и я понимаю, что нельзя нам терять вот этого шанса. Нужно обязательно, либо сейчас, либо... Или сейчас, или никогда. Или сейчас, или никогда. Светлана, скажите, пожалуйста, как так получилось, что из всего ансамбля «Раздолье» именно вы были в составе одной из троек игроков? Кстати, как вы? Да, я была в первом составе, но я думаю, что это нужно сказать спасибо, опять-таки, руководителю. Она отправила все наши анкеты, то есть анкеты всех девочек, всех участниц, и вот как-то так посчастливилось мне, что выбрали меня. Вот так? Да. В принципе, все было избирательно, и вам... А вот, кстати, самое удивительное, ты... Светлана, вам когда сообщили, что вы будете еще играть? Не только петь, но и играть? Лена Владимировна мне вечером пишет, Светлана, тебе выбрали, у меня прям затрясло все. Лена Владимировна, правда? Редактору очень понравилась профессия Светлана, и она сказала, о, у нас такого еще не было. Как, а профессия? Ну, я как бы тоже, пока не было этого кризиса, это сейчас как-то нас так сильно коснулось, работало экскурсоводом на Струссиноферме. Экскурсовод на Струссиноферме. Да, на Колыванской Струссиноферме. Можете себе представить, да, в Колыване есть страусиная ферма. Приезжайте, там они бегают. Там страусы по Колыване. Покормить, с ладошки, с ладошки, конечно, нет. Ну да, я шучу, конечно. Ольга, расскажите, пожалуйста, как давно вы в составе ансамбля? Ну, так получилось, что я с самого начала, с 2004 года, да, до этого было, но в 2004 году мы уже стали ансамблем «Раздолье», и я вот основание. Ну, так вот как-то люблю так песню, что, ну, не могу я бросить коллектив. Это же главное. За вот годы существования ансамбля «Раздолье» с 2004 года, это по сегодняшний день, 16 лет. 16 лет, да. Боже мой, это тоже 16. Стас, была ли, было ли что-то наиболее яркое, чем вот эта поездка? Нет, ну, моменты были, конечно, с другим составом мы ездили в Белоруссию, тоже было очень запоминающе, мы там 5 дней провели. Но с каждым составом мне очень легко и хорошо, меня девочки все любят, никто никогда меня не обижает, все меня уважают, поэтому я всегда чувствую эту поддержку. И даже иногда, когда думаю, ну, наверное, уже все, пора, мы не отпускаем. Мы не отпустим. Песни и коллектив меня не отпускают. Анастасия, как для вас прошли съемки? Было ли что-то необычное? Удалось ли пообщаться с Лениным Аркадьевичем лично? Ой, это было очень волнительно, я сразу скажу, и захватывающе, что ты выходишь на сцену, и потом уходишь, и не можешь вспомнить, что там произошло. Как во сне, да, как во сне, видишь Леонида Аркадьевича, легенда, смотришь его столько лет по телевизору, и кажется, вот он тут живой стоит, то есть как-то даже вот этот миг, он замер у меня, со сцены вышло, и думаю, что произошло? Ну, конечно, такие эмоции их еще не испытывали никогда. Это необычно, и как вчера мы себя смотрели по телевизору, на первом канале наши лица, все родственники пишут, что... Ну, смотрела вся халывать, скажу, я помню. Да, и не только. И не только, да. У нас Светлане больше всего посчастливилось, а поцелуй с Леонидом Аркадьевичем. Который не попал в кадр. Который не попал в эфир. Ну, а теперь весь ансамбль раздолье теперь, с тех пор, верный Светлане, каждую репетицию чего-нибудь подсыпает под газ. Да, ну, так как не попал в эфир, все равно интересно же узнать. Это был какой-то момент в процессе съемки, да? Да, это был момент в процессе съемки, да, когда он мне подошел, когда я не знала там, да. Волновалась? Волновалась? Волновалась, то есть у меня тряслись ноги, тряслись руки, я там, наверное, выпила весь чай, который мне там ставят участников. То есть волнение было, ну, просто не передать слова никакое. Вроде сначала как-то настроились все, то есть перед началом эфира он зашел к нам в гримерку, у нас было там 9 участниц, то есть, да, в каждой тройке по 3 человека. Вот, и мы так все побеседовали, то есть вот с ним наедине нас 9 человек, то есть он нас так расположил. Мы вроде бы все успокоились, ну, вот когда вот эти все камеры там, мы все, причем не только я вот так заметила. Снова заманализировали все. Легкая интрига, дорогие друзья, не переключайтесь, сейчас впереди будет небольшой информационный блок, после чего вернемся и как раз, да, поговорим про целу. Воражевому, про поле чудес. Да. Доброе утро всем тем, кто только что включил телевизор и присоединился к нашей передаче. Невероятный информационный повод, да. Поцелуешь Леонидам Аркадьевичу. К Кубовичу. Сегодня в «Оранжевом утре» мы разговариваем про передачу «Поль чудес». Да. Колыванский ансамбль вернулся со съемок этого шоу. Да. Небезызвестного, легендарного шоу. Да. И кое-кого даже поцеловали. Да. Я в лицах снова представлю. Наша гостья Ирина Сирозеева, руководитель ансамбля «Раздолье», Ольга Быкова, Анастасия Горелова, Светлана Куликова, участница ансамбля «Раздолье» и Светлана Куликова, в общем-то, еще и участница первой тройки игроков «Капитал Шопа». Да, да. Продолжим. Светлана, мы остановились в прошлой части на том, что Леонид Аркадьевич вас поцеловал. Ты что, завидуешь, что Леонид Аркадьевич? Ну, вот я думаю, что, наверное, все-таки он увидел или почувствовал, что я так сильно волновалась. Дрожь. Да. И вот, наверное, он думал, что-то подойдет и меня поцелует, что что-то изменится. Но мне кажется, наоборот, ситуация еще больше сгибилась. Это просто сон какой-то. Смотрите, вы узнали о том, что все, вы едете. Про финансовую сторону сейчас Елена нам расскажет. У меня вопрос к вам, уважаемые участницы. Ведь наверняка собирались все колывания. По-любому. Везите огурцы, помидоры, там все в музей «Капитал Шопа». Кстати, что подарили Леонид Аркадьевич? Так, ну, мы как-то, знаете, мы сильно сначала не афишировали, что мы едем. Ну, сказали уже примерно за несколько дней. Да, Леонидовна, там, наверное, дня два-три. Так что много нам ничего не понакидали, как вы говорите. Мы своими силами, можно так сказать, что-то. Но основную часть, конечно, нам предоставили, то есть, наша администрация. Ну, привезли, конечно, страусиное яйцо подарили. Конечно, да. Настоящее. Настоящее, да. Свеженькое, кстати, да. Мы в самолете вручную кладем. Мне интересно, сколько она поставит в музей «Капитал Шоу». Да, и последствия. Ну, значит, мед привезли, конечно, как без нашего сибирского меда, да. Шишки. Шишки. Да, шишки. Грибочки, орехи. Макет полыванского района. Вот. С нашими селами, которые существуют. А еще картина, картина нашего художника, нашего полыванского художника. Картина прекрасная, картина талантливейшего художника. Юрия Третьякова. Эхо-фамилия громкая. Да. Приехать в Москву все равно какие-то финансовые затраты. Тем более ансамбль у вас немалочисленный. Еще подарки выпустили. А, еще подарки. Да, еще. Ольга Рина, скажи про дом ремесел. Да, мы еще взяли такой скрымка, подписан на наш логотип колыванский. Это дом ремесел у нас в нашем поселке Слобода. Да, ремесел. И там, в общем, из глины лепят всякие поделочки. Очень все красиво. У нас очень это на широкую ногу. На широкую ногу все выполнено. Да, сделано так, чтобы было красиво. Все красиво. Они нам любезны. Вот далее. У нас же поселок исторический. Вот. И свою историю мы храним. Вот именно вот в этих изделиях. Картинах, поделках. Дом ремесел Слобода. Они воспитывают детей, учат вот этим всем изделием. Из бересты, из глины. Очень красивые. И мы, Леониду Аркадьевичу, на поле чудес привезли в подарок. Клованскую крыточку. Клованскую крыточку. Очень красивую. Я прям что-то прям так заговорил. Клованскую крыточку приехали. Ансамбль немалочисленный. Ансамбль немалочисленный. Как все-таки вы доехали туда? Отлично. Вы, как я понимаю, вы собрались, вы придем, все, по нам вылетать. Кто-то помогал. Вы на самолете летели? Да, на самолете. Хорошо. У вас сколько летело человек? Восемь человек. Восемь человек. То есть вот как есть ансамбль, восемь человек, так все прям туда. Ага, хорошо. И как вас вообще встретили? Радушно ли оказали прием в Москве? Очень, очень. Теплый прием. Москва нас ждала. Да. А какие там сотрудники все приветливые. Туда как в сказку попадали. Атмосфера, атмосфера очень дружелюбная. Прям даже удивили. Вот если, если честно, мы думали, что там все выше стоят статусом. Неожиданно. Очень замечательные, да. Очень удивительные, доброжелательные. Очень, очень нам и восстанки, но очень понравилось. То есть там, как я понимаю, если что, можно было обратиться абсолютно по любому вопросу. Да. И получить мгновенно отзыв и помощь. С самым глупым вопросом подходили, нам было неловко переспрашивать. Нам все деликатно, отвечали спокойно, но быстро. Ну вот туда что делать? Москва, она такая, он очень быстрый город, да, не спорю. Ну и тем не менее, вот теперь самое... Исполняли. Самое интересное, да, что исполняли? Исполняли мы... У нас, кстати, это больной вопрос нагрянул внезапно. Да. Когда мы начали выбирать песню, оказалось, что в проекте должны быть песни не авторские, современные. Обязательно либо это русская народная песня в обработке. Вот. И мы с девочками вместе подключились, начали что-то, обязательно должна была быть зажигательная песня. Вот. Подключились все в поисках песни музыкальному редактору, стали набрасывать, что у нас есть, что мы можем исполнить. У нас остановились песня по воду, русская народная песня. Заказали специальную аранжировку, современную. Ну, в современной обработке. В современной обработке, да. И получился очень хороший, достойный номер. Потому что с этим номером мы представили свой коллектив, свою колыванскую землю. Прошел эфир, наверняка звонят вам ваши родные и близкие о том, что они смотрели, они вас заметили. Как, что еще изменилось вот с выходом, с этой поездкой, с выходом этого эфира? Вот в жизни ансамбля и, может быть, вашей личности? Может, вам продюсеры звонят, не знаю, из Красноярска. А может быть, да. Или еще, может быть, там, не знаю, из Екатеринбурга. Может, снова с Питера вам звонят, с Москвы, говорят, давайте к нам, концерт нам закатим. Еще времени немного прожило. Только вчера было, мы ждем звонков. Ждем предложений. Не так много времени прошло. А вообще, да, был у нас как-то тут в гостях психотерапевт, который говорит, надо мысли посылать смело и нагло. Начинать. Развучивать их в космос. Вот эта мысль, кстати, у меня года два была. Серьезно? Это была мечта наша. Я просто девочкам... У меня мечта детства. Я девочкам всегда приходили на репетицию. Я говорю, девчонки, я вижу наш коллектив на поле чудес. Вот я прям... Прям вот так. Я прям видела, да. Да, да. Мы должны, мы должны там принимать участие. Мы и полички. То есть, ну, да. Начинаешь действительно, а вот мысли... Они материализуются. И получается, что раз, и вот тебе, пожалуйста. Ты сматериализуй уже что-нибудь вот нормальное. Мне в банке на это денег не дают. К сожалению. Я обзаводствую. Хорошо. Сколько длили съемки сами? По времени? Да. В общем или только первой тройке? Ну, почему в общем? Наверное, в общем, да, потому что... Где-то два с половиной часа. То есть быстренько все. Два с половиной часа, да. И получается, что... Да, эфир длится, то есть, да, именно передача там 52 минуты вместе с рекламой. А вот съемка два с половиной часа. То есть там очень много... Ну, так было обидно. Вчера посмотрели, очень много чего вырезали. То есть все приветы, да. Ну, как бы, я просто всем своим говорила. Там родители звонили, говорю, привет, приеду лично передам. Вот, ничего страшного. Все, что как бы хотели, мы получили. Мы выступили достойно, да. То есть нас все оценили. Просто столько эмоций, столько впечатлений. Тогда ждем, ждем приглашения. Многие пишут, звонят, благодарят. Все переживали, когда Светлана не угадала последнюю букву. Все, многие звонят. Мы кричали, мы подсказывали. Свет, это вот эта буква должна быть. Но очень много прям переживали, поддерживали. И до сих пор пишут. Что не так, это волнение? Ну, да. Но ведь вы не ради этого приезжали. Нет, конечно. Мы приехали. Нас всегда спрашивают, два вопроса задает финансовая сторона. И что привезли, что выиграли. Что было в шкатуре. И мы всегда, мы ехали не за выигрышем. Мы ехали представить свой коллектив. Чтобы была наша мечта. Былась мечта, друзья. Самое главное верить. И вот... Быстро и точечно в космос направлять. Тогда все сбудется и все будет хорошо. Аленушка, представь, пожалуйста, еще разочек наших гостей. С удовольствием. На сегодня в гостях колыванский ансамбль «Раздолье» в лицах. Елена Сирозеева, руководитель ансамбля. И участница ансамбля Ольга Быкова, Анастасия Горелова и Светлана Куликова. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.